Вернёмся к проблемным регионам, к так называемым проблемным регионам. Сергей Кудимов прямо сейчас тоже на связи со студией. И вот та статистика, которая звучала во включении Центра Сберкома, эти колонки сухих цифр, которые есть в ЦИКе, для жителей восточных регионов они означают куда больше. Сергей, а что ты сегодня видел на участках? Можно было проголосовать? Самая яркая картинка – это демонстрация сепаратизма. В самом центре Донецка. На площади Ленина собрались около двух тысяч человек. Они митинговали против выборов в Украине. Позже к ним присоединился БТР. Подъехали несколько грузовых автомобилей с боевиками из батальона «Восток». Были замечены чеченцы, звучали чеченские песни. И кульминация этого так называемого праздника – демонстрация оружия. Чеченцы стреляют в центре Донецка вокруг мирных жителей. Дальше толпа с российскими триколорами и российскими лозунгами отправилась к дому Рената Ахметова. Сейчас вы можете видеть, как возле ворот его особняка состоялся стихийный митинг. Самого Ахметова дома не оказалось. Он в Киеве, как сообщила его пресс-служба, из-за разгула сепаратизма не смог проголосовать. Сепаратисты требовали, чтобы их пустили в дом на экскурсию, но в дом их не пустили. И все закончилось тем, что дом, резиденцию взяли под усиленную охрану. Что касается выборов, то в основном голосовала западная часть Донецкой области, которую контролируют украинские военные, цифры, которые уже демонстрирует Центральная избирательная комиссия, я уверен, будут увеличиваться, поскольку в ряде районов бюллетени привезли с опозданием. В частности, в поселке Великая Новоселка. Бюллетени здесь начали раздавать около 16.00, поэтому голосование продлили на 2 часа. То есть участки закроются в 22.00, сообщили нам члены избирательной комиссии. Мы встретили, кстати, некоторых жителей, которые уже несколько раз приходили на участок. Они с пониманием отнеслись к такой задержке, ведь большинство местных жителей здесь поддерживают территориальную целостность Украины. У нас же тут нету террористов. Да, обязательно придем. Тем более у нас восстановили власть. Там была два дня. Это Донецкая республика. Сразу приехали батальон Донбасс. И восстановили. Все в порядке сейчас. К слову, люди действительно не боялись идти голосовать, ведь участки охраняли кроме батальона Донбасс еще милиция и бойцы из батальона Днепр-1. Поэтому никаких эксцессов сегодня, по крайней мере, в этом районе не наблюдалось. Людям безопасно прийти на участки и проголосовать, потому что, во-первых, охраняют милицию, во-вторых, охраняем мы. Мы, милицейское подразделение, пятая рота, укладыванное именование Донецк, батальона Днепр-1, на территорию района. Спокойная рабочая обстановка. Тем не менее, террористы весь день всячески пытались сорвать голосование в остальных районах Донецкой области. В частности, в Артемовске бюллетени были похищены, а само помещение пытались сжечь. Террористы действовали приблизительно по одинаковой схеме. То есть, на участок заходили вооруженные люди и требовали закрыть помещение, закрыть для голосования отпор. Им серьезный отпор никто не мог оказать, поскольку в той же Марьинке, где сожгли всю документацию и разгромили окружную избирательную комиссию, в спокойствие членов ОИК охраняли всего лишь два милиционера, тогда как боевиков было в несколько раз больше. По этой же причине не смогли проголосовать сегодня и в Шахтерске, хотя вчера мы наблюдали там, как подготовка к выборам шла полным входом. Дмитрий. Сереж, есть твой сюжет, он готов к эфиру, я прервусь ненадолго и благодарю тебя за работу. Я понимаю, что те наши корреспонденты, которые работают сейчас в проблемных регионах, происходит это не без проблем, происходит это действительно в очень тяжелых условиях.